Так, ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал, на мой пропавший YouTube-канал, на котором у меня было почти три месяца видео, новых видео. И я хочу сразу извиниться перед теми людьми, кто обиделся на меня, потому что были злостные комментарии, обиженные комментарии. Прям действительно девочки так стали принимать на свой счёт, что я не отчитываюсь, пропала, не объясняя почему, и они живут в каких-то догадках, в каких-то соцсетях, и читают сплетни, тешутся этой информацией, которую получили, и считают, что они знают всё. Я знаю, что это у людей проблемы в голове, и они пытаются на меня всё это спроецировать, свои обиды какие-то детские, сделать ещё из меня плохую. Ну, в общем, неважно, да, вот скажите, адекватные, нормальные люди, вообще неважно, да, то, что про нас говорят, говорить будут всегда, и это нормально. Значит, я живая, интересная, раз про меня говорят, спасибо. Это видео, в общем, будет не об этом, не о том, что я пропала, а это видео будет о том, что произошло вчера у меня с Сарой здесь в Америке. Это было очень неожиданно и очень страшно. Я пережила, мне кажется, всю жизнь свою за 4 часа, и это был просто кошмар, кошмарский ад. Вчера мы были в emergency здесь в Америке, в скорой, в общем, в поликлинике, в скорой помощи, в детской. А почему мы туда попали? Сара ходит на ниндзя-класс. Это вот такой в гимнастике есть групповые занятия, называется ниндзя-класс. Она делала манки, манки там, забыла по-английски, как это, манки там что-то. В общем, когда вот так дети лазят, и она не рассчитала свои силы, ну и упала на, приземлилась на землю неудачно. Это все было как бы внутри, в помещении, и приземлилась на руку, сразу тем самым сломав руку. В общем, просто неудачно ребенок упал. Руку, получается, под себя поджала, и все, и сломалась у нее рука. Соответственно, сразу они вызвали скорую, приехала скорая, слава богу, без пожарной, без за счетом. Потому что обычно в Америке, если вызывают скорую помощь, приезжают пожарники, приезжает милиция, и приезжает скорая помощь. Приезжают три машины. А если рядом были две машины скорой помощи, и две пожарки, и они услышали, что тут нужно приехать, приедут еще две машины одинаковые. То есть, будет вся стоянка заполнена помощью. В общем, это капец. Они делают ей первую помощь, накладывают ей лед и повязку, сразу плотную такую деревяшку, чтобы рука у нее зафиксировалась, она никак не болталась. А все, а у нее рука вот такая вот была изогнутая, именно вот в этой части. Сара, конечно, испугалась, у нее, ей было больно, у нее был шок, она очень боялась ехать в больницу. И они сразу предложили мне, вы хотите, чтобы мы повезли ребенка на скорой помощи, или вы сами привезете ее на машине. А я помню, что мне когда-то давным-давно кто-то рассказывал, типа, если так будет, нужно ехать самому, потому что, если вы возьмете скорую, вы заплатите ей очень много денег. Примерно 20 тысяч долларов стоит вот то, чтобы вас отвезли на скорой помощь, со всеми вот этими услугами. В общем, очень дорого. 20 или 20 с чем-то, в общем, примерно. Я говорю, нет, я сама ее довезу до машины. На машине спасибо, просто дайте мне адрес, я в навигации сейчас вобью. Я смотрю, как бы она стоит нормально, там, у нее рука не висит, там, она не в истерике. То есть, все окей, просто мне нужен адрес, я спокойно ее довезу. Они сразу, да, да, мы вам дадим адрес, без проблем, дали мне адрес. И сразу я заполнила кучу бумаг о том, что я несу ответственность за то, что я отказалась от того, чтобы они повезли ее на скорой. И что я ее сама везу, короче, они ни при чем, если что-то там случится. Ну, я, да, да, конечно, все окей. Все, я заполнила бумаги, съела машину, они, кстати, они предложили Саре еще игрушку, типа, хочешь единорога? Она говорит, нет, я не люблю единорогов, такая вся простроенная. Они такие, ну, у нас еще медвежат есть. Они такие, нет, я медвежат тоже не люблю. Короче, такие смешные эти работники, сотрудники. И они очень сильно контактируют с ребенком, когда что-то вот с ребенком происходит. Они тебя даже не спрашивают, что с ней. Им не важно, им важно знать, что ответит она, как она себя чувствует, они смотрят на нее. Разговаривают только с ней. Приезжаем мы в эту поликлинику, я захожу на стойка регистрации. Женщина начинает с меня разговаривать. Мы заполняем быстренько документы. Она посмотрела просто так ее вот руку, что у нее там что-то случилось. Больно-больно, да, пошевели пальцами. Мы ждали примерно минут 30. И нам не сказали, что есть нельзя, как бы она давай кушает попкорн. Потому что у меня был с собой попкорн, попила воды. И все. И нас через 30 минут завезли, завели вот в другой кабинет к первому врачу. Это был азиатский мужчина. Мужчина азиатской вежности, извините. И он ее просто посмотрел. Я так поняла, это был терапевт. Спросил, ела ли она. Я сказала, да. Он сказал, зачем мы поедали. Скажу. Я сказала, вы же мне не сказали, ей не давать. Он ей рост, там вес, все измерил. Спросил, есть ли аллергия. Нет. Все было. И опять же, он разговаривает практически все время с ней, Сарой, не со мной. У меня он там просто спросил, есть ли у нее аллергия, на что-то там, на какие-то препараты, медикаменты там какие-то даю ей или нет. Короче, просто. А в основном все вопросы только к ней самой лично. Он позвал медсестру и сказал перевести ее в другой кабинет. Мы пошли в другой кабинет, и там уже началась веселуха, какие-то мушки. И в этой палате уже была койка такая, которая вот ложится. Пришла одна врач. Начала ее там опять же, эти все данные, возраст, рост, что случилось. Все мы ей рассказали. Она посмотрела руку, ушла. Пришел другой врач. Опять все посмотрел, руку, те же самые вопросы задал. Говорит мне, мы сейчас сделаем ей снимок и посмотрим, что там есть в перелом. Ну, скорее всего, перелом, потому что там у нее вот такая вот бульбочка образовалась. То придется ей делать анестезию. И сначала сделаем мы ей обезболивание в нос. Затем мы сделаем анестезию. Я так удивилась, когда они сказали про нос. И я говорю, окей. Пришел мужчина, который сделал ей снимок, переволок в этот же кабинет, такой аппарат. Он тут же ей подставил, там все сделал, снимок в несколько сторон. И потом пришел третий мужчина, который уже мне расшифровал ее снимок, сказал, да, у нее перелом, нужно делать анестезию, будем вправлять. Придет еще один мужчина, ортопед, который будет ей все вставлять на место. Вы согласны, что мы ей сделаем анестезию? Я говорю, ну, наверное, да. А как еще? Типа без анестезии. Он говорит, нет, это нельзя, невозможно. Хотя у нас, в России, в наших странах советских, всегда, я помню, я ломала правую руку. Когда я была чуть младше, чем Сара, в детском саду, я в стенку врезалась на лыжах. И я сломала тоже правую руку. И я помню, что мне все вправляли без какой-либо анестезии. Потом пришла медсестра, взяла шприц с насадкой и ввела ей раствор в жидкость, обезболивающую в носик. Эта жидкость потекла в горло. И вот, видимо, этот процесс, он должен был заглушить ей немного боль в руке. Он заглушил через минут 15. Затем проходила мимо другая медсестра, молодая, и говорит мне, если вам холодно, я могу вам пледы принести. Я говорю, давайте. Она принесла два теплых пледа. Сара укрыли, меня укрыли. А потом она говорит, может быть, вам мультики подключить или игру? Я такая, ну, у нее как бы одна рука, наверное, сломана, нельзя играть, ну, с джуйстиком. Поэтому мультики. Ей привезли телевизор. Пришел еще один мужчина, вообще другой, который настроил игру ей, ну, мультик. И она стояла, контролировала процесс. А Сара спросила, а есть ли у вас YouTube на русском языке? Они такие, о, нет, так смешно, ха-ха-ха. В общем, потом пришла еще одна девушка, вообще посторонняя. И такая, знаете, на позитиве улыбается. Зашла прям сразу улыбашка. Милашка сразу свет приглушила, как будто к себе в комнату зашла. Такая, ой, там, и начала контактировать с Сарой. Привет! Вот, хочу с тобой поговорить, рассказать про то, как делать уколчик вену. Я специальный человек, который должен тебе рассказать, как это все происходит. В общем, и она начала с ней контактировать, прям, как психолог на моих глазах. Я обалдела от результата, когда Сара в конце в итоге согласилась на укол вену. Сказала, да. Хорошо, давайте сделаем укол вену. Я поняла, почему нужно делать укол вену, и что от этого не избежать. Я поняла, что это чуть-чуть страшно, но не больно практически. Она рассказала, эта женщина, ей весь процесс, как они будут искать ее вену. Что она увидит эту вену на айпаде, что она принесет айпад, они ее будут усвечивать и смотреть, где у нее венки. Затем они пометят эту венку маркером, потом они сделают прокол и туда введут. Она даже показала, что они введут, катетер с мягкой иглой, и все, тебе будет не больно, мы все тебе там помажем, чтобы ты не боялась. В общем, Сара согласилась на это. Мне кажется, я бы в жизни не согласилась. Вот он настолько был психологически грамотный подход к ребенку, что я просто сидела и офигевала. Мне было, с одной стороны, ужасно страшно. Я просто была в шоке, мне трясло, я не знала, что мне делать. Я смотрела на Сару, у нее вот эти глаза. А с другой стороны, мне было жутко интересно, что происходит, потому что я была первый раз в такой ситуации в Америке. И почти все мои знакомые никогда не попадали в такую ситуацию, как я попала. То есть даже они удивились, им было интересно, что же я расскажу. Сара согласилась на иголку, чтобы мне вену в катетер ставили. Потом пришла еще одна женщина, вообще другая, с айпадом. И на айпаде они нашли мультфильмы на русском языке для нее специально. И в тот момент, когда ей стали включать мультфильмы, пришли еще два человека других, которые стали уже контактировать с ней по поводу укола в вену, разговаривать с ней тоже с приборами вот этими. Она ей и туда интересна, и в айпад интересна. Одна держит айпад, два человека пытаются там вот это вот все и найти. В общем, так все грамотно, аккуратно, профессионально, по-доброму, с улыбками, все, все на позитиве. Пока вот этот весь процесс происходил, заехала с такой вот тележкой и с компьютером, и с кассовым аппаратом еще одна женщина, другая. Начала опять мои данные собирать, просканировала мое удостоверение, ID, и говорит, вы хотите цену сейчас узнать или потом? Ну, я говорю, сейчас. Еще хочу немножко рассказать, у нас нет страховки. Почему у нас нет страховки, это долгая история. Я знаю, многие сейчас начнут меня там обсуждать, писать какие-то там вещи, да. Не сделали мы страховку, вот, все. Давайте сразу забудем про эту тему без страховки. Вот, что будет, если вы попадете в emergency без страховки? Вот, вот, вот эта тема этого видео. Она приносит потом через время чек, такой распечатанный, я вам потом скажу сумму, но кто следит за мной в инстаграме, уже знает сумму. Дальше пришел еще один мужчина, ортодонт уже, который рассказал мне дальше, что будет. Предупредил меня о всех моментах, типа, мы поставим ей наркоз, и я ей вправлю кисть. Но хочу предупредить, что бывает такое, что пропадает чувствительность. Он рассказал мне все, что может плохое произойти, чтобы я была готова. Я подписала документы, что я с этим согласна. Что может пойти что-то не так, ее заберут в хирургию, будут разрезать ей руку, и уже внутренним путем вставлять ей косточки. Это будет, это вот сейчас у нее было внешнее, а если что-то не так, то ей будут разрезать. Что у нее может, даже если вставят кость, у нее может пропасть чувствительность, и она не сможет двигать пальцы. Короче, он меня напугал по полной. Я вот так вот сижу, все, реву, и пытаюсь, чтобы Сара не видела, и, короче. Потом, он говорит, ну вы согласны, поверьте мне, я вот тут работаю, там, сколько-то лет, не было еще такого, что там чувствительность пропадала, или то, что-то, что-то. Просто моя обязанность вас предупредить. Я говорю, окей, хорошо, я поняла. Пришла другая женщина. Боже, столько народу было вчера, я обалдела. Другая женщина, именно анестезиолог, начала снова спрашивать про аллергии, про то, что ела, не ела, ела, и все-все-все вот это. Объяснила мне, что они будут за ней следить. Видите, они подключили кардиограмму, два шнурочка к ней, на пальчик ей, пульс. Потом они вставили трубочки такие, чтобы там кислород поступал. И она говорит, мы будем весь процесс контролировать, вы не переживайте. Это просто лекарство, которое ее немножко усыпит на минут, не знаю, 15-20. Она проснется, и все будет хорошо. Мы должны вставить ей руку, типа, на место. И что еще было дальше? А, еще пришел еще один мужчина. Я не знаю, за что он отвечал, но он тоже смотрел ее руку, смотрел ее анализы, смотрел еще что-то. И тоже он же во время операции, он остался с ней. И вот начался вот этот сам процесс. Они мне сказали, вы можете ее за руку держать, пока они вводят анестезию. Она сейчас будет засыпать, вы можете ее поддерживать. И вот, конечно, они уже проткнули ее, когда вену. Кстати, все быстро прошло. Она чуть-чуть просто сплакнула от испуга. А они очень профессионально все ей вставили, все сделали. И пришла вот этот анестезиолог и начала вводить ей лекарство, от которого она просто на глазах начала засыпать. И я вот так на нее смотрю, а у нее глаза открытые. Я вижу, что она зависла. Я ей начинаю спрашиваю, Сара, Сара, как ты себя чувствуешь? Она мне вообще не отвечает. Она просто вот так вот в одну точку смотрит, и все. Я на этого врача смотрю, она говорит, вы не переживайте, лекарства начинают действовать, все в порядке. Так должно быть. Все, я на нее смотрю, ребенок просто, просто все вот так вот. И все, и она отключилась. У меня слезы, я стою, реву. Тут ко мне подбегает помощница какая-то еще одна, начинает успокаивать меня. Типа, не переживайте, вы в порядке? Я говорю, да, в порядке, просто это эмоции, все окей. Вы должны выйти во время вот этой процедуры. А там собралось человек 10. Они надели какие-то костюмы специальные. А Сара отключилась. Боже, я реву. Она меня выводит, говорит, вы должны выйти. И я вот вышла в другую комнату, сижу, как в кино. Я боюсь, что сейчас они выйдут. Знаете, как в фильмах. Вот этот врач идет с результатом каким-то непонятным. И тебе вот это вот что-то выдает. Я думаю, боже, а мы же женщины начинаем себе накручивать разные мысли. Я думаю, сейчас вот скажут, что-то пошло не так. Она там туда увезли ее сюда. Боже, я сижу, сижу, пытаюсь себя успокоить. Но ждала я, наверное, минут 15. И потом вышла вот эта девушка на позитиве, которая про иголочку ей рассказывала. Сразу она так ко мне заходит в комнату с улыбкой. Я говорю, все в порядке. А я же знаю, что улыбка, в принципе, в Америке не означает, что все в порядке. Что она может и так улыбаться и сказать, нет, не в порядке. Я к ней в порядке, все. Все прошло нормально. Сара как себе, что-то говорит, да-да, все хорошо, вы можете зайти уже к ней. Все, я зашла. Сара спала. Мы ее еле разбудили, потому что это уже было 10 часов вечера. Пока она пришла в себя 11 ночи. То есть она не хотела уже просыпаться, потому что пошла в ночь. После всех этих стрессов, конечно, ребенок устал. Она не хотела вообще вставать. Но им надо было проверить, что она может глотать. Они сказали, типа, хочешь ли ты мороженое. Принесли ей фруктовый лед замороженный. Спросили, какой вкус она хочет. Виноградный. Она вот так пару раз лизнула. Соответственно, не хочет она ничего. Они нет, мы не можем вас выпустить, пока она не глотнет, не поест и не придет более-менее в себя. Боже, я бубны только не била, чтобы ее привести в чувство. Я ее уже на YouTube включила, вот эти дурацкие мультики и игры. Уже водичку ей давала. Она мороженое это не захотела. Ей принесли какой-то там сок еще. Она этот сок чуть-чуть попила, попила, все. О, боже, дельфины. И где-то через час нас отпустили домой, ее посадили на тележку. И самое интересное, счет. Она принесла счет, так как у нас нет страховки. Счет был 1900 с копейками. Ну, почти 2000 долларов. За то, что просто... Ну, ей провели с ней вот эту операцию внешнюю. И наркоз, и вообще все, что ей сделали, ей выставили счет. Мне. 2000 долларов. 1900. Но сказали, если вы оплатите сегодня, то минус 50% скидка. Там в итоге 800 с чем-то баксов вышло. А если вы не хотите сегодня, мы можем разбить вот эту всю сумму. Там помесячно вы будете выплачивать в течение года. То есть, как бы, оно не страшно, если у человека нет денег. И он попадет вот в такую ситуацию здесь. То очень здесь распространенный опыт разбивать эту сумму помесячно. Даже, может быть, на несколько лет. И вы вот эти копейки потом выплачиваете по 50, по 100 долларов в месяц. Либо еще мне рассказывали несколько вариантов. Там вообще можно было сказать, что я не работаю. Вот, кстати, еще такой интересный момент. Пришла другая женщина с кассовым аппаратом уже в конце. Чтобы я рассчиталась. И разговаривает со мной на английском полностью. А мне подружка сказала, типа, ты можешь спросить у них. Может быть, ну, если ты скажешь, что ты без работы, то они могут тебе вообще там как-то все это списать. Я начала на своем ломаном английском с ней разговаривать. Типа, ну, там у меня, я не работаю. Может быть, вы подскажете, как можно еще там скидку получить. И там еще. Она мне говорит, нет, 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 на английском. Нет, вам ничего. Ну, если только вы помесячно разобьете, вот эту вот сумму 2000 будете там платить несколько лет. Я говорю, ну, ладно, заплачу 50%. И тут она, когда я уже сказала, что заплачу, она начинает мне отвечать на русском. Там, Евгения, я уже так давно не разговаривала по-русски. В общем, я вот так вот встала, вот с такими глазами на нее смотрю и думаю, чего? Когда я спрашивала про скидку по-русски, она не могла, да, со мной поговорить, чисто так рассказать какие-то нюансы, секреты нашим, да. Она же могла мне сказать там по-русски, там, ой, там, ля-ля-ля, ля-ля-ля, там, нет вариантов для тебя, нет никаких. Или да, есть вот варианты, я знаю секреты, я тут всю жизнь проработала. По ней видно, что она реально там всю жизнь работает, лет 20, потому что у нее акцент такой, вообще нет акцента на английском. И она как американка выглядит уже. Я говорю, ну, она нет, не захотела. А потом она начала чисто со мной по-русски общаться, когда начала заполнять разные вот эти формы для оплаты. Я просто вот так стояла, говорю, окей, даже не помогла. Ладно, даже не важно, главное, что все живы-здоровы. Дай бог, что все будет срастаться, все хорошо. Сегодня уже Сара более-менее в настроении, над ней как над королевой школу пропустила, поставили ей гипс, и она, в принципе, практически не болит у нее ничего. В среду нам сказали прийти на обследование, и потом еще будут смотреть. Пару недель сказали, будет гипс носить, в понедельник будет в школу. Вот. И, наверное, на этом я закончу свое видео. Вот такая вот у нас история. Смешная, интересная история. Страшная, жуткая. Но я стараюсь совсем видеть позитив, сильно не расстраиваться никогда, наслаждаться жизнью, наслаждаться тем, что имею сейчас, и то, что мне дает, не знаю, Бог, Вселенная. На данный момент я очень благодарна за все то, что имею, и пытаюсь жить очень-очень позитивно, не видеть, не замечать негатив. И мне кажется, это очень такой правильный путь, выбор. И вот и поговорили. Я обещаю, что будут видео, будут разные видео на моем канале. Я ни в коем случае не забросила свой YouTube-канал. Как-то вот просто так вышло. Всем огромное спасибо за поддержку, за теплые слова, за все, в общем. Так что я вас люблю, целую. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Продолжение следует...